Вот открываем люк механика-водителя, в который может залезть маленький ребенок, 12-15 лет, и почувствовать себя настоящим танкером. Там просто монолит. Руслан Мухамматьяров и Игорь Цибулькин с гордостью демонстрируют результат своего труда. С помощью еще троих своих друзей они создавали его целый месяц. Издалека этот танк выглядит как настоящий. И гусеницы, и дула, и люки, и башня. Она, правда, не крутится, но в ней предусмотрен открывающийся люк. Грозно-военная техника времен Великой Отечественной войны не опасна. На нем можно лишь подскользнуться. Ведь Т-34 полностью из снега. Размер танка получается длиной 6 метров, ширина 3 метра, высота 2,4. Мы, отходя от этих размеров, делали масштабирование. Вот Кайрат, наш главный инженер, делал масштабирование, сам придумал, рассчитывал все размеры. Один к одному модель, только вес не совпадает. У него в данный момент вес танка 4 тонны, грубо. А у настоящего танка где-то 30 тонн. А так практически один к одному. Ну вот полный размер стоит. Два года назад мы вообще думали танк сделать для детей. Вообще просто как сами играем, просто как фанаты немножко танков. Слепить танк жители села Затобольск хотели еще в прошлом году, но не было достаточно снега. В этом году свою мечту воплотили. Руслов, кстати, электрик по профессии, рассказывает, что работали по ночам и выходные. Сначала было трудно. Снег – хрупкий материал, но потом приловчились. Скрепляли все детали с помощью воды. А чтобы установить башню на танк, и вовсе пришлось заказывать трактор. Долго подбирали нужный цвет для покраски танка. Не сказать, что совсем тяжело, но местами где-то. Единственное, что бывало, они не высыпались. Поначалу мы сделали даже гусеницы неправильно, не по размеру. Танк состоял большой, а гусеницы маленькие. Мы начали наращивать борта, опять переделывали гусеницы, тем самым катки все вырезали по-новому. Завершили возведение танка его создатели 23 февраля и были приятно удивлены, с каким радушием принялись личане снежную технику. Реакция сельских жителей на появление в их поселке танка неоднозначная. По словам его создателей, дорожные полицейские впервые его увидев потребовали документы, а другие интересовались. На ходу ли боевая техника? Снежный танк примет участие в районном конкурсе ледяных скульптур. Его создатели очень надеются на победу и на то, что простоит Т-34 до самого яркого солнца без посягательств на него со стороны местного населения. Кстати, от солнечных лучей танк и сегодня спасают. Днем его заботливо укрывают щитами. Алексей Басарнов и Татьяна Калюжная, РТН.